Миллион двести тысяч рублей в год. Многие столько не зарабатывают, а в США столько выделяют только на досуг президента, любого, не только Трампа. Это плюсом к зарплате, оплате поездок и бытовых расходов. А вот когда Белый дом остается по ту сторону забора, из-за которого тебе улыбнется лишь добрый садовник, политикам приходится устраиваться на работу. К счастью, дорога у всех одна. Уже почти сто лет экс-президенты продают свои знания и время на встречах за кофе, консультируют бизнес в приятной обстановке. По бумагам это встречи джентльменов. Деньги платятся, якобы, за автографы и селфи с бывшим. У Рейгана чуть ли не каждый день были рандеву с представителями бизнес-элит. Только официально за 13 лет наговорил с ними на 40 миллионов долларов. Наши звезды тоже мыслят по-президентски. Вера Брежнева за полтора миллиона выставила на аукцион свидание с собой. Обещала целый вечер. Может быть, лучший в жизни для кого-то. Кто купился на это, нам не называют. Как он провел с Верой время, тоже не рассказывают. Хорошо хотя бы, что деньги обещают на благотворительность направить. Дима Билан тоже не прочь побыть товаром и поделиться заработками с тем, кому нужна помощь. Продал свидание с собой, только что ставший бывшей жене олигарха. Правда, продешевил. Если Брежнева стоила полтора миллиона, и если у нас девять ребят на десять девчонок мог продаваться за два миллиона рублей, а выставился за один.